Эй, Electronic Arts сделали что-то хорошее, может себе представить такое? Ну окей, это немного преувеличение, но они взялись за не самый денежный проект и наняли на него правильных людей Они выпустили CNC Remastered, в который входят оригинальный CNC и самый первый Red Alert И это самый лучший и правильный ремастер игр, что мы видели из всех современных ремастеров Игры не просто адаптировали под современные системы, их полностью перерисовали, поставили на рельсы нормального современного движка Докрутили всякие фишечки, что уже классно и достойно, уважение олдфагов гарантировано Но внезапно они пошли намного дальше и получилась настоящая конфетка, ну просто муа Стратегий нынче немного, а уникальных так и вообще нет Call of War не только решает эту проблему, но и позволяет окунуться в атмосферу Второй мировой войны Вы можете выбрать, за какую страну сражаться и воевать с другими игроками в режиме реального времени И это необычная стратегия, где ты отправляешь танчики на врага Игра глобальная и один раунд может длиться аж несколько недель Кроме постройки армии, нужно строить города, торговать, заниматься политикой, шпионажем, проводить исследования в конце концов Каждая страна и вид вооружения имеют свои сильные и слабые стороны, которые нужно использовать, продумывая тактику наперед Доступны даже технологии, появившиеся в конце войны, ядерные бомбы, баллистические ракеты и другие Но получить их будет непросто А самое классное, что игра кроссплатформенная, можно играть и на телефоне, и на компьютере с одного аккаунта Очень удобно Ну а по моей ссылке в описании вы получите 13 тысяч золота и месяц премиум аккаунта Переходи по ссылке и покори мир в Call of War В рекламных материалах по Saints Remastered почти везде говорится, что, мол, это возвращение легендарной игры, которая сделала жанр РТС таким, каким мы его знаем Непонятно, правда, о ком они, жанр уже много лет дышит наладан, крупных дорогих игр никто просто не делает Так что современный игрок слабо себе представляет, как выглядит классический РТС В любом случае, они сильно лукавят, когда так говорят, потому что жанр по факту создала Dune 2, вышедшая аж на 3 года раньше Я думаю, большинству в России она больше известна в виде порта на Sega Mega Drive под названием Dune, битва за арахис За которой лично я проводил долгие-долгие часы, из-за чего на меня ругались родители Но суть жанра в целом там уже была Строишь домики, собираешь ресурсы харвестерам, будь то спайсы, золото, тибериум Нанимаешь солдат, обводишь их квадратиком и отправляешь на врага Но и Dune, и CNC сделали одни люди Культовая студия Westwood Которая была сначала выкуплена Electronic Arts, а потом, спустя годы, уничтожена Как электроники умеют лучше всего, они выдаили все соки из талантливых разработчиков И когда талант иссяк, студию закрыли Однако история Westwood на этом не закончилась Потому что огромное количество сотрудников этой компании ушли и организовали студию Petroglyph Games И продолжили делать свои RTS Их игры собирали хорошие оценки, но за исключением, наверное, только Star Wars Empire at War Ни одна из них не стала популярной и особо никому не запомнилась А последние годы они вообще баловались серией 8-Bit Armies И активно клепают для нее дополнения до сих пор Видимо, каким-то образом кому-то заходят Тем не менее, именно к ним обратилась Electronic Arts Когда они решили сделать ремастер старых частей CNC И это оказалось лучшим решением, что Electronic Arts делала за последние лет 10, наверное Но кто еще сможет вернуть классику и отнестись к ней с должным уважением Как неоригинальные разработчики? Ну и тут важно понимать вообще сам уровень данного жеста Потому что Electronic Arts, как абсолютно мразотная контора Которая только и занимается тем, что открывает героиновые притоны в сиротских приютах И поставляет несовершеннолетних проституток африканским диктаторам Ввязалась в совершенно неденежную авантюру Серия CNC давно мертва Жанр RTS давно мертв Многие фанаты CNC уже успели умереть А те, кто еще жив, не могут сидеть за компьютером дольше получаса Из-за больной спины и угрозы обострения геморроя Серьезно, я пока готовился к этому видосу Вдруг выяснил, что Фрэнк Клепаке, известный композитор CNC В конце лета приедет в Россию с концертом Но это же опасно! Почти все фанаты в потенциальной группе риска И тем не менее, они нанимают петроглиф И те прикладывают очень много усилий И делают самый достойный ремастер, что можно было вообще представить С максимальной любовью к оригинальному произведению Шок! И это при том, что большая часть оригинальных материалов игры Были утеряны или уничтожены Разрабам пришлось кое-как выцеплять файлы из игры Переделывать их Да раскапывать старые архивы в поисках кассет с оригинальной съемкой Так что же было сделано в ремастере? Ну, для начала графон Игру полностью перерисовали Поставили на современный быстрый движок Можно даже зачем-то зумить картинку Все сделано очень толково И это тот случай, когда игра стала выглядеть ровно так, как вы ее помните из детства Кстати, между старым и новым графоном можно переключаться по нажатию пробела Происходит это моментально и выглядит очень прикольно Не могу сказать, что в оригинальной графике нет своего пиксельного шарма Но обновленная точно выглядит хорошо Но за красоту вот нужно платить И внезапно игра довольно требовательна Мой слабенький ноут, который еще недавно гонял Doom Eternal на минимал, как в 60 фпс Попросту не справляется с Sensor Remastered Игра страшно тормозит, как-то не круто На большом домашнем компьютере, естественно, все бегает нормально Но просто странно, что игра с такой простой графикой действительно требует мощностей Кстати, геймплей при этом остался абсолютно таким же, каким он и был За разве что крошечными улучшениями Они даже оставили тот же самый стремный искусственный интеллект поиска пути у юнитов Когда солдаты, знаете, идут не к точке по самому короткому пути Они как бы ищут свой путь по ходу И зачастую обходят пол карты по краю скалы Раньше это, видимо, было сделано, чтобы сократить нагрузку на слабое железо Когда отправляешь таким образом юнитов 20, печка могла и нагреться А теперь, видимо, оставили, чтобы не менять ощущения от игры Некоторые подобные детали могут показаться минусами оригинала Например, у вас есть группа солдат, и на одного нападает враг Остальные при этом, которые рядом, его уверенно не замечают Все подобные вещи решили не менять Игра и так хорошо игралась Не чини то, что не сломано Пусть и работает далеко не идеально Я считаю это правильный подход Хоть как ты танцуй вокруг них Хоть в какие яркие шмотки наряжай Но это старые игры И хоть убейся, новыми их не сделать Так что лучше оставить как было Для фанатов, ну и для игровой истории заодно Но при этом интерфейс сделали удобнее Сделали возможность ставить производство юнитов в очередь Сквозь годы мне трудно, конечно, помнить оригинальную игру до мельчайших деталей Да и вообще я играл в основном в версию для PlayStation 1, которая могла отличаться от ПК Но по общим впечатлениям играется ровно так, как и должно Ну окей, не испортили оригинал, уже хорошо Дальше звук Все эти годы Петроглев продолжали работать с Фрэнком Клепаке Его музыка была лучшей частью всех их современных игр Вообще для тех, кто не в курсе, 20 лет назад Фрэнк Клепаке был как Мик Гордон сегодня Он писал мощнейший брутальный рок для игр Стандарты брутальности, конечно, со временем изменились А Фрэнк меняться не стал Но его музыка все еще крутая и культовая Так вот, у него, оказывается, есть группа The Tiberian Sons С которой он ездит по миру и играет в саундтреки с CNC Собственно, таким образом он и собирается играть концерты в Москве и Питере Если что, мотайте на уст, даже с угрозой заболеть и сдохнуть я пойду Хотя ставлю сотку, что перенесут на зиму Короче говоря, все старые записи были утеряны Да и вообще они старые Технологии записи сильно изменились за 25 лет Так что они полностью переписали весь саундтрек Плюс добавили новых треков А также даже сделали внутренний плеер в игре Где вы можете собрать себе свой уникальный плейлист Кстати, так же поступили и с оригинальным комментатором, Евой Они нашли оригинальную актрису и попросили ее переписать все ее реплики Ну, те, которые, знаете, вот этот вот Юнит потерян А вот с комментатором из Red Alert'а грустно вышло Потому что актер Мартин Алперт умер 5 лет назад Петроглев решили, что перезаписывать актера будет неуважительно Так что его звук просто отдали на восстановление и чистку Так же поступили и со всеми катсценами Оригиналы CG роликов были утеряны А катсцены с актерами снимались на допотопотную технику Планировалось, что это будет воспроизводиться максимум в 480p на пузатых мыльных телевизорах В те годы никто и не думал, что придется это ремастерить в 4К Так что ролики запскейлили с помощью нейросетей Вроде как для этого Петроглев даже обращались к комьюнити Какие-то выглядят прям хорошо В основном те, на которых мало деталей Например, там один актер и он близко к камере Но другие, конечно, выглядят заметно хуже Лучше, чем было, безусловно лучше Но все еще плохо Таким же образом постарались и фреймрейт улучшить Где-то нормально сделали, а где-то виден этот эффект, когда, знаете, кадры переплывают друг в друга И я далеко не специалист, и возможно действительно исходники такие и ничего не поделаешь Но я видел, когда из похожего делали настоящее 4К офигенного качества Так что думаю, могли бы и лучше постараться Специалистов на ютубе, которые вот этим вот ремастерингом занимаются очень много Люди вон берут записи еще аж с конца 19 века И получают хорошую картинку А тут, ну как-то прямо слабо Кстати, в игру включены и все дополнения для обеих игр А также эксклюзивные миссии с консольных версий Со всеми эксклюзивными катсценами И все было переработано Прям капитальный подход Также они обновили и мультиплеер Сетевой код был переписан Добавили лидерборды и все как у людей Но самая главная плюшка Галерея дополнительных материалов Обычно в играх я игнорирую все эти галереи Потому что там максимум арты и ранние дизайны Но тут, тут прям красота для любого фаната Куча бэкстейджей со съемок катсцен Ранние версии саундтреков Все с пояснениями, историями Много всякого интересного, короче Фанаты будут пищать от счастья Но это не все К игре прикрутили Редактор карт и даже поддержку модов Так что если игры найдут свою аудиторию То они точно заиграют новыми красками И будут жить еще долго на творчестве фанатов В общем и целом проделана невероятная работа И в моем представлении Так и должен выглядеть любой ремастер Игру подкрутили под современные стандарты Сделали ее удобнее и доступнее Но при этом не изменили ее суть Оставив геймплей ровно таким же, каким он и был А также напихали всяких дополнительных ништяков и бэкстейджей Прост красотень! Это уже не продукт, а выставочный экспонат Несущий оригинал в сегодняшний день Игру перерисовали, но при этом она осталась ровно такой же, как и была Как будто бы и не было этих 25 лет Разработчики не меняли графику В нашей памяти эта игра всегда так выглядела Один только минус В пересчете на русские рублики Игра стоит аж полторы тысячи И это жирновато Это Electronic Arts и никаких вам региональных цен Платим 20 долларов, как и все в этом мире Тут уж сами решайте, стоит ли оно того Ремастеры, кстати, хорошо принимают Оценки строго положительные Он сразу же влетел в топ-продаж Стима И в день выхода в него одновременно играл аж 42 тысячи человек А 42 цифра у нас непростая, как вы знаете Я думаю, можно смело сказать, что релиз удался Он окупится и принесет Electronic Arts хорошую прессу Что начальники очень любят Поэтому это открывает нам интересную дискуссию Что это? Просто модная попытка заработать на ремастерах старых игр Эксплуатируя ностальгию? Или кто знает Может быть Electronic Arts прощупывают почву И подумывают вернуть серию CNC Оба варианта вполне разумны Разработка игр стала заметно дешевле И крупные корпорации время от времени Вкладываются в небольшие проекты для ограниченной аудитории Почему бы не нанять фанатов RTS с горящими глазами И пусть они с небольшим бюджетом пилят эти ваши RTS круто же Но вариант с заработком на ностальгии, конечно, намного более вероятный Но тогда встает другой вопрос Будет ли продолжение банкета? Вполне разумным будет теперь сделать ремастеры Тибериан Сан и Редалер 2 Последний, кстати, до сих пор достойно выглядит Но без фанатских патчей на современных системах Он работает весьма... ну так себе Ролики в 4К запскейлить было бы к месту Да и мультиплеер переписать тоже надо Так что идея более чем разумная Как думаете, нужны нам еще ремастеры? Не надоела вам вся эта еще практика? Когда действительно старые или недоступные игры обновляют Вот как CNC Я думаю, хорошая идея А вот ремастеры уровня Mafia 2 Зачем делаются, я вообще не понимаю Тем не менее, по экрану идет список патронов Им огромное спасибо за финансовую поддержку канала Реально помогли пережить пандемию нам, между прочим Прям от души Увидимся в следующих роликах, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok